Плоская равнина с небольшим уклоном, плавно спускающаяся к вечно бурлящему морю. Сильнейший ветер и огромное давление. Небо затянуто плотными темными облаками, а у самого горизонта в разрыв между ними видно огромное, но тусклое красное солнце. Минута, и промежуток между туч смыкается. Светило практически не двигается со своего места, но увидеть его удастся еще не скоро. Этот мир кажется безжизненным и неприветливым. Но это не так. Примерно так мог бы выглядеть пейзаж в самой комфортной точке на планете, которую ученые назвали Второй Землей и ближайшим потенциальным кандидатом для поиска внеземной жизни. Но давайте по порядку. Последние годы ознаменовались бумом открытия экзопланет. На настоящий момент открыто 4370 внешних планет в более чем трех тысячах планетарных систем. Еще более трех тысяч объектов ждут подтверждения статуса экзопланеты. Большинство из них представляют собой крупные тела – газовые, гиганты, супер-Юпитеры или супер-Земли, что обусловлено техническими особенностями применяемых технологий. Гораздо проще искать массивные тела с коротким периодом обращения вокруг звезды, чем небольшие планеты, подобные Земле или Марсу. Но есть среди экзопланеты такие, которые могут претендовать на существование жизни. Количество таких космических объектов исчисляется десятками, продолжая привлекать пристальное внимание ученых. И одним из них является экзопланета Глизе-832С, которая является одним из самых вероятных кандидатов на обнаружение внеземной жизни. Данная экзопланета вращается вокруг звезды под названием Глизе-832, которая расположена в 16 световых годах от Солнца и относится к созвездию Журавля. Глизе-832 является тусклым красным карликом, светимость которого составляет лишь 0,7% от Солнечной. Его масса и диаметр примерно вдвое меньше, чем у Солнца, а температура составляет около 3300 Кельвинов. Из-за этого обитаемая зона этой звезды находится очень близко к светилу. Из-за приливных сил планеты, расположенные в обитаемой зоне Глизе-832, будут повернуты к ней одной стороной, как Луна к Земле или Меркурий к Солнцу. Звезда имеет две подтвержденные планеты. Первой была открыта юпитероподобная планета Глизе-832b. Астрономы объявили об ее открытии в 2008 году. Эта планета имеет массу в две трети массы Юпитера и вращается вокруг материнской звезды на расстоянии в среднем 3,4 астрономической единицы. Полный оборот она делает за 9,4 земного года. Об открытии второй планеты Глизе-832c было объявлено в 2015 году международной группой ученых во главе с Робертом Виттенмейером. Она получила очень высокий индекс подобия Земле, а именно 0,81, из-за чего сразу привлекла внимание ученых и журналистов. Ее даже назвали второй Землей, хотя параметры этих планет весьма различны. В любом случае, эта планета является одной из самых близких к Земле планет со столь высоким индексом подобия. Глизе-832c имеет массу в 5,5 земных и обращается вокруг родительской звезды за 35 земных суток на среднем расстоянии в 0,16 астрономических единиц, что в 6 раз меньше, чем расстояние от Земли до Солнца. Эксцентриситет ее орбиты сравнительно высок, и планета постоянно то покидает зону обитаемости, то возвращается в нее. Это должно приводить к резким перепадам температуры на ее поверхности. По расчетам, Глизе-832c получает от своей звезды энергии примерно столько же, сколько Земля получает от Солнца. Средняя температура на ее поверхности составляет 253 Кельвина или минус 20 градусов по Цельсию. Также предполагается наличие плотной атмосферы, благодаря которой температура планеты может быть заметно выше. Однако ситуацию осложняет тот факт, что Глизе-832c находится очень близко к своей звезде и, скорее всего, повернута к ней одной стороной из-за мощных приливных сил. В этом случае между ее солнечной и теневой стороной будет большой перепад температур, что при наличии плотной атмосферы приведет к постоянным ураганным ветрам. Нельзя не упомянуть, что в 2017 году на основании наблюдений астрофизики из Техасского университета в Арлингтоне, США, рассчитали, что в системе Глизе-832 может находиться третья планета, размером от 1 до 15 масс Земли, вращающейся на стабильной орбите на расстоянии от 0,25 до 2 астрономических единиц от центра системы. В настоящее время ведутся ее поиски. Давайте представим, как могла бы выглядеть Глизе-832c при условии, что на ней есть жизнь. В первую очередь нужно заметить, что ее гравитация должна быть заметно выше земной. Насколько точно рассчитать невозможно, не зная диаметра планеты. Однако эта каменистая планета близкая по плотности к Земле и подобным ей планетам. Так что гравитация на ней скорее всего будет составлять от 2 до 4 земных. Это приведет к сглаживанию рельефа. Горы станут ниже, а океаны мельче, что увеличит размеры благоприятной для жизни области теплой воды. Из-за плотной атмосферы и относительно тусклого солнца пейзаж Глизе-832c будет иметь красноватый оттенок. А в целом на планете будет царить полумрак. Так как планета, скорее всего, повернута к светилу одной стороной, то на освещенной стороне будет высокая температура, а на теневой – низкая. В кольцевидной области между ними температура будет умеренно комфортной. Но в то же время неравномерный нагрев планеты будет постоянно перемешивать атмосферу, вызывая сильные ветра. А из-за большой гравитации высокие выступы рельефа, которые могли бы ослабить ураганные потоки воздуха, не смогут сформироваться. Из-за небольшой вытянутой орбиты времена года будут сменяться на Глизе-832c каждую неделю. В момент наибольшего удаления от звезды будет зима, а в момент максимального приближения – лето. При этом наклон оси вращения планеты к плоскости эклиптики уже не будет играть такого большого значения, как на Земле. Смена времен года будет осуществляться именно из-за приближения и удаления планеты от материнской звезды. Скорее всего, наиболее комфортные для возникновения жизни условия будут именно в кольцевидной зоне между светлой и темной стороной планеты. Именно здесь будет скапливаться большая часть жидкой воды, проливаясь дождем из облаков, сформированных на горячей стороне. Ледники темной стороны также будут таять в пограничной зоне, давая столь важную для развития жизни воду. Смены времен года, вероятно, сыграют ту же роль, что и лунные приливы на Земле, создавая области, которые то затопляются водой, то полностью осушаются. Подобное перемешивание воды вместе с растворенными в ней веществами создает благоприятные условия для зарождения и развития жизни. Вероятнее всего, жизнь может зародиться в воде и, вполне возможно, в ней останется, никогда не выбравшись на сушу. Океан снижает влияние гравитации и защищает от температурных перепадов и ураганных ветров. А из-за частых резких смен сезонов гипотетические организмы Глизе-832С могут научиться впадать в анабиоз, чтобы переждать неприятные, но непродолжительные периоды высоких или низких температур. Либо они будут мигрировать вслед за зоной комфортной температуры, например, от солнечного края к теневому и обратно. Если исследовательский аппарат когда-нибудь достигнет поверхности Глизе-832С, то какую картину он может там увидеть? Если жизнь вообще зародится на этой планете, то из-за высокой гравитации это будут приземистые, коренастые формы с прочным скелетом и мощной мускулатурой. Растения на Глизе-832С будут темными, чтобы уловить максимум света. И невысокими, скорее всего, стелющимися или маховидными. Мощные корни должны будут защитить их от ветра. Весьма вероятно, что в основе фотосинтеза будет лежать не хлорофил, а другие, альтернативные ему молекулы. Возможно, плотная атмосфера даст необычные формы живых существ, планирующих на воздушных потоках. Например, одноклеточные микроорганизмы могут планировать в плотной атмосфере, подчиняясь движениям воздушных потоков и улавливая свет и питательные вещества, рассеянные в воздухе. Плотная атмосфера, высокая облачность и тусклое солнце приведут к тому, что поверхность Глизе-832С будет довольно темным местом. Формам жизни нужно будет приспособиться к этому. Вероятно, зрение не будет играть решающей роли, если вообще сформируется, либо его спектр будет смещен в инфракрасную область. Как бы то ни было, все эти рассуждения остаются только догадками и фантазиями, пусть и основанными на конкретных физических законах и допущениях. А как вы думаете, что из этих смелых предположений правдоподобно, а что фантастично? Или может Глизе-832С вовсе непригодна для жизни? Напишите свои предположения в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok